Всем привет! Орус Россия на связи! Последние несколько недель во всех наших социальных сетях мы собирали от наших фанатов вопросы по теме блоков питания. Хотим поблагодарить всех за активность и действительно интересные и важные вопросы. Многие вопросы волновали большое количество людей, поэтому мы их объединили и перефразировали. Первый вопрос у нас следующий. Как высчитать, какой блок питания нужен? Какие значения складывать? Нужно брать впритык по мощности или нужен какой-то запас? Мы рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций. Прежде всего стоит рассчитать суммарную потребляемую мощность компьютера, исходя из ключевых характеристик компонентов. Процессора, дискретные видеокарты, материнская плата, оперативная память, накопителя, процессорных кулеров, корпусных тоже, ну и других элементов, если они у вас установлены, допустим, в водяных пом. Нужно заметить, что львиную долю в копилку общей потребляемой мощности внесут именно первые два компонента, то есть процессоры видеокарта. И затем вы можете воспользоваться калькуляторами мощности от известных брендов, которые специализируются исключительно на блоках питания. Если же вы хотите рассчитать все сами, то к полученному значению общего энергопотребления смело накидывайте около 15-25% с целью формирования конечной величины с учетом желаемого запаса прочности. Указанные нами диапазоны можно смело применять для компьютеров и их блоков питания, которые будут использоваться с целью игр и, соответственно, высокопроизводительных игровых станций. Если же вы хотите получить идеальное значение КПД или коэффициента полезного действия от вашего блока питания, то вам придется очень серьезно раскошелиться, потому что в электронике, как правило, максимальное значение достигается в районе 50-60% от максимальной мощности. Таким образом, мы получаем цифру в 40 или 50% запаса, что действительно очень много и не всегда стоит таких вложений. Особенно учитывая то, что вряд ли ваш компьютер будет работать с максимальным потреблением длительный промежуток времени. Поэтому все же рекомендуем оставаться в пределах 15-25%. Итак, следующий вопрос. Что из следующих характеристик нужно учитывать? Форм-фактор, конструктив, варианты использования, типоразмер, комплектация. Ну, собственно, подавляющее большинство современных блоков питания выпускается в форм-факторе ATX. А их ключевые характеристики регламентируются базовыми документами, действующими стандартами ATX-12V. Наряду с блоками питания ATX форм-фактора в розничной продаже также присутствуют и SFX-блоки питания, специально разработанные для платформ на базе компактных материнских плат, в частности форм-фактора Mini-ITX. Уменьшенные габариты блока питания стандарта SFX позволяют свободно размещать устройства в Mini-ITX корпусах, при этом заявленная мощность отдельных моделей может достигать 850 Вт. Стандартные ATX-блоки питания органично смотрятся в составе компьютеров на базе шасси MIDI и Full Tower. SFX же модели, как уже было сказано ранее, идеальный вариант для энергообеспечения компактных и универсальных систем. В плане исполнения и дизайна блоки питания бывают двух типов – цельные и модульные. В первом случае все кабели припаяны к основной печатной плате и не предусматривают возможности отсоединения. Во втором блок питания представляет собой металлическую коробку с разъемами для подключения необходимых системе кабелей. Пожалуй, единственное, на что стоит обратить пристальное внимание при выборе модели блока питания, это длина силового ATX 12 Вольт кабеля для процессора и длина 24-х контактного ATX кабеля питания материнской платы. Если блок питания установлен в нижней части, с учетом S-образного маршрута прокладки кабеля питания, его длины может попросту не хватить. И, к слову говоря, в наших видеообзорах или на странице продуктов Gigabyte вы можете легко найти эти характеристики и узнать длину и количество разъемов абсолютно для всех кабелей в комплекте поставки. Итак, следующий вопрос. Что важнее – соотношение цена-качество, надежность или мощность? Поскольку выбор комплектующих для компьютеров очень широкий и требует разной мощности блока питания, давайте попробуем разобрать три категории. Если речь идет о офисном или домашнем компьютере начального уровня, нет никакого смысла устанавливать в него дорогой и мощный блок питания с максимальной степенью защиты по всем мыслимым параметрам. Вполне подойдет блок питания известных производителей с заявленной мощностью 350 или 500 Вт и сертификатом 80 Plus Bronze. Совсем другое дело – мощные игровые компьютеры и специализированные рабочие станции. Оснащенные топовыми процессорами и флагманскими видеокартами. Этим системам потребуется блок питания с заявленной мощностью от 850 Вт до 1200 Вт. А если видеокарта в системе не одна, то еще мощнее. Применительно к таким блокам питания мы советуем делать ставку на модели с сертификатом 80 Plus Gold и Platinum с минимум шестью степенями защиты. Понятное дело, такие блоки питания не могут стоить дешево по определению. Однако это именно тот случай, когда на средствах не экономят, потому что скупой платит дважды. Между двумя указанными нами полюсами располагаются домашние игровые компьютеры. Для них оптимальным выбором окажутся блоки питания с заявленной мощностью от 550 Вт до 750 Вт. Тут нужно обязательно учитывать форм-фактор, практичность и сертификат 80 Plus Gold. В общем, на поставленный вопрос достаточно сложно ответить четко, все зависит от конкретной сборки. Но, надеемся, нашим ответом мы смогли вам немножко помочь. Следующий вопрос. Что ценится выше, бронза или золото? Речь идет о КПД блока питания. КПД наиболее распространенных и востребованных блоков питания стандарта 80 Plus Bronze составляет не менее 82% при максимальной нагрузке и не менее 90% для блоков питания стандарта 80 Plus Gold. С учетом функции PFC, это автоматическая коррекция мощности на выходе, питание среднестатистической системы будет гарантировано стабильным и надежным. В особых случаях также рекомендуется купить устройство бесперебойного питания, если вы работаете в творческой среде или с важными документами, чтобы отключение света не привело к потере вашей работы. Какая схема размещения эффективнее, снизу или сверху корпуса? Вероятно, вы обратили внимание, что большинство современных корпусов предполагает установку блока питания в нижние секции шасси. Это далеко не случайно, поскольку Г-образная схема распределения воздушных потоков, охлаждение ключевых компонентов блока питания, в этом случае работает максимально эффективно и не привязана к стандартной для АТХ корпусов Z-образной схеме направления конвекционных потоков внутри шасси. Холодный воздух поступает снизу и выводится на боковую стенку блока питания. Нагретые воздушные массы внутри корпуса отсекаются стенками особого кожуха, отделяющие секции блока питания от остальных комплектующих. В общем, выбираем нижнее размещение. А если вам все равно на температуру компонентов или они физически не очень сильно греются, то верхнее расположение тоже подойдет. Расскажите, пожалуйста, подробнее про элементную базу блоков питания и почему система охлаждений на топовых блоках питания такие тяжелые. Казалось бы, какое отношение имеют все эти транзисторы, резисторы, конденсаторы к весу блока питания? И, как говорили наши дедушки, чем тяжелее, тем надежнее. Поэтому качественные блоки питания довольно увесистые. Поскольку изготовители потенциально делают ставку на прочный конструктив, высококачественную элементную базу и солидную систему охлаждения, физически это воплощается в материале, толщине корпуса, габаритах радиаторов охлаждения силовых компонентов, ну и самих силовых элементов в мощных блоках питания, естественно, больше. В чем выигрыш 140-мм вентилятора блока питания по сравнению со 120-мм? Формально оба вентилятора, как правило, успешно справляются с поставленной задачей. Разница в том, что при идентичной мощности нагнетаемого воздушного потока 140-мм вентилятор будет вращаться с несколько меньшей скоростью. В случае удачно спроектированного профиля крыльчатки и надлежащего качества подшипников, уровень шума работающей системы охлаждения блока питания при среднестатистической нагрузке будет ниже, а ресурс работы будет выше. Следующий вопрос. Вентилятор моего блока питания большую часть времени простаивает. Как это скажется на его элементной базе? Есть ли риск выхода из строя блока питания по причине перегрева? Если вентилятор простаивает, это означает только одно. Загрузка компьютера, его общее суммарное энергопотребление очень маленькое. И поэтому вентилятор просто не включается, потому что блок питания считает, что ему не требуется дополнительное охлаждение. Допустим, в наших блоках питания функция, которая отвечает за остановку вентилятора, когда нагрузка на него составляет менее 20%, называется фан-стоп. Конечно, вы могли перестараться с блоком питания, и он слишком мощный для вашей системы. Но это очень вряд ли. Поэтому лучше проверьте еще разок. Интересует тема оплетки своими руками. Можно ли испортить что-то при самостоятельной оплетке? При известном желании, сноровке и относительной доступности подручных материалов, оформить силовые кабели в соответствующие оплетки не составит большого труда. Но очень важно использовать разъемы и соблюдать разводку вашего блока питания. Потому что даже у моделей одного производителя они могут отличаться. Поэтому пристально следите за этим. В ином случае, при первом запуске нового красивого компьютера, вас может ожидать фейерверк, который для него станет последним. Насколько велика вероятность сломать кабель питания материнской платы при отсоединении или подключении? При известном везении, сломать можно вообще все что угодно. Однако в случае с железом от Гигабайт, надо сильно постараться. Чтобы избежать форс-мажорной ситуации, большинство наших материнских плат оснащены разъемами питания с цельнометаллическими контактами. Они обеспечивают надежность соединения и минимизируют риски в процессе подключения или отключения. Ну что ж, друзья, на этом все. Огромное спасибо за ваши вопросы. Мы, как всегда, были рады вам помочь. И если же вы не нашли ответ в этом видео, пишите комментарии под любым нашим видео. Ваши вопросы, абсолютно все что угодно. Мы обязательно вам поможем. Это был Виталий Зорус. Увидимся в следующих видео.